Всем привет, друзья! С вами Александр и сегодня я расскажу вам о колясочке легкой и компактной прогулочной колясочке от компании Spiro. Модельку мы с вами сегодня посмотрим. Она называется Spiro Art. Именно моделька. Вот так вот прикольное название имеет. Естественно, как вы видите, это не зимняя коляска. Это для наших каких-нибудь российских южных регионов. В общем, она асфальтовая. Снег навалит, все, вы тут не проедете. Но для асфальта, для нормальной ровной дороги ее хватает, в принципе, даже зимой. Если вы, например, сейчас хотите поехать отдохнуть куда-нибудь там, еще что-то. Собственно, она для этих целей очень хорошо подходит. Вот. Давайте я в двух словах технические характеристики назову. Spiro это польская компания, если что, вдруг вы не знаете. Производитель дает гарантию год. Она весит, кстати, совсем немного. Я не могу назвать ее там невесовой, но она весит 6,7 килограмм. Друзья, когда коляска весит там 3,5-4 килограмма, это сделано из... Короче, она не очень надежная колясочка, когда она ничего не весит. Поэтому имейте в виду, она должна хоть что-то, но весить, чтобы она была крепкой. Поэтому это нормальный хороший вес. Наклон сидения, кстати, вот 120-170, мы вот его поднимем, попозже посмотрим. И важный момент. С 6 месяцев эта коляска, не с рождения, и до приблизительно 4-5 лет. Ширина, кстати, колесной базы здесь совсем небольшая, 48 сантиметров. Везде проедете, в любых рядах проблем не будет. И, как современные коляски уже, в принципе, почти все, она выдерживает 22 килограмма ребеночка. Начнем изучать сверху вниз. Начнем с ручки. Смотрите, 186 сантиметров. Мой рост и ручка здесь не регулируется по высоте, но она вот в таком усредненном положении, и большинству людей она нормально подходит, эта ручка. Поэтому имейте в виду, ссылка на колясочку будет внизу в описании, на магазин First Buggy. Там есть технические характеристики подробные, чтобы вы могли детально изучить. Козырек у нас здесь вот с таким окошечком смотровым, с москитной сеточкой, и на магнитике это все фиксируется. Вы видите, что уже здесь дополнительно одна секция открыта, но я ее открыл сразу, чтобы вы увидели максимальный размер козырька. Но можно закрыть, если вам его слишком много. Что касается тканей, друзья, вообще, в принципе, у Эспира всегда такая золотая середина. Это не какие-то премиальные, дорогущие ткани, но они тактильно приятные, они плотненькие, и, соответственно, они износостойкие. Уже проверено годами, мы эту компанию давно знаем, и могу смело сказать, что с ними все хорошо. Приятные, классные ткани, без вопросов. Козырек у нас, как вы заметите, регулируется без всяких кнопочек, нажатий. Небольшой звучок есть, но, на самом деле, мне кажется, это ерунда. Так, давайте посмотрим на сидение. Оно регулируется здесь, кстати, смотрите, непривычным способом. Вот эту вот штучку крутим, она стягивает ремешки. А чтобы опустить, мы просто вот так вот, соответственно, делаем. А, пока мы внизу, давайте посмотрим на спинку, чтобы к ней уже не возвращаться. На липучечке здесь вот так открывается, и, собственно, можно проветрить. И что самое классное, она реально закрывается на замочке, никаких дырок, ниоткуда не дует, а снизу фиксируется липучкой. Надежно, надежно. Соответственно, давайте я подниму. Кстати, некоторые спрашивают, ну, она так щелкает, трещит, и, как бы, неприятно. Можно нажать здесь, сейчас возьму, можно держать вот эту вот кнопочку, которая открывает ее вниз, и при этом крутить. Придется двумя ручками делать, и тогда звуков никаких она издавать не будет. Так, что мне еще нравится в этой коляске, это высокая спинка, действительно высокая, и высокий ребенок нормально будет помещаться. Расстояние еще до козырька много, поэтому хороший высокий ребенок спокойно сюда будет помещаться. Пятиточечные ремни, классические, мягкие накладки есть везде. Кстати, эко-кожей обито и ручка, и бампер. Давайте посмотрим, бампер, как калиточка откидывается. Да, еще даже стороночку убирается, очень здорово. Вот это вот самая удобная система. Посмотрим, как у нас складывается подножка. Вот так вот можно опустить. Что касается матрасика, матрасик достаточно мягкий, приятный, и, в принципе, при долгой прогулке ребенку будет нормально. Ну, как бы, даже на спинке чуть больше, чем на сидушке, мне кажется, или одинаково. Хотя, да, в принципе, одинаково. В общем, в любом случае, если вам покажется жестковатой, вы можете купить, продаются специальные универсальные матрасики в коляске, поэтому этот момент всегда можно решить. Смотрите, что касается колес. Естественно, колеса у нас здесь не надувные, простые, легенькие, но они достаточно мягкие, полиуретановые колесики. Все окей. У нас передние поворотные. Проверим на амортизацию давайте. Есть спереди. Полагаю, что и сзади есть. Да, амортизация есть, но имейте в виду, это не какие-то перьевые подушки там, что она там плывет. Это амортизация достаточно зажатая, плотная. Ждать от нее какой-то там мега плавности хода не стоит. Это не тот род колясок. Так, что касается тормоза, нажимаем сверху и сверху уже отжимаем. Классно, обувь не портим. Багажник здесь вообще классный для такого рода колясок. Большим доступом, вместительный, большой, что еще надо для жизни. В общем, все хорошо. Так, давайте посмотрим с вами на накидочку на ножки. Эта накидочка, она обычно бывает в каких-то теплых таких зимних колясочках. В общем, толстая, непродуваемая, такая прям лютая. Если вот снег не навалил, то в холодную погоду эта колясочка не даст ребенку замерзнуть точно. Вот так это все спокойно фиксируется. Здесь закрывается. Здесь вот на кнопочках можно это все зафиксировать. Все, огонь. Так, смотрите, козыречек опускаем. И в принципе в непогоду нормально можно гулять. Естественно, ребенок здесь не будет в маечке на улице гулять. Хорошо одетый. Накидочка, козырек, чтобы не поддувало особо сильно. И в непогоду можно спокойно гулять в хорошую такую холодную погоду. Вот. Теперь давайте я сейчас ее сложу. Потому что это как раз таки и фишка таких колясок. Они для путешествий. И они не должны нас напрягать своими размерами и весом. Чтобы ее сложить, здесь есть рычажок и кнопка. Так вот делаем. И, собственно, опускаем. Получаем вот такой вот достаточно компактный размер колясочки. Я понимаю, что бывают колясочки еще более компактные. Она не самая маленькая. Но все равно она, я считаю, вполне себе не будет много места занимать в том же багажнике, в машине. И напрягать вас. Поэтому вполне себе годный вариант. Так, чтобы ее открыть, нажимаем опять на эти же кнопочки. Сейчас, секундочку. Слабо нажал. Вот. Нужно кнопочку достаточно сильно глубоко прожать. И тогда она разомкнет механизм. Так, собственно, все. Мне уже, в принципе, добавить больше нечего. Кстати, по ссылке вот сейчас внизу пройдите. Посмотрите, что у нее цена очень прикольная. Если вот взять сейчас конкурентов, имеющих такие же возможности. Они, наверное, процентов на 30, как минимум, будут дороже. Хороших, надежных конкурентов, я имею в виду. А эта колясочка хорошо себя зарекомендовала. Этот бренд вообще хорошо себя зарекомендовал. Как надежные, проверенные конструкции. И они особо не ломающиеся. Поэтому за эти денежки, вот цена-качество, соотношение классное. Проходите, выбирайте по ссылке внизу. А я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. И ставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Подписывайтесь на канал. И удачи вам на дорогах. До свидания.